Все берем треугольник, квадрат, круг. Развивающие игры, творческие упражнения и общение. Ученики с ограниченными возможностями здоровья теперь не только ходят на уроки, они занимаются отдыхая. Причем посещение новой сенсорной комнаты включили в школьную программу. В коррекционном классе ребятишки с удовольствием посещают этот кабинет. Им очень нравится здесь расслабляться, насыщаться положительными эмоциями. Они каждый уголок пощупают, потрогают. Здесь мы настраиваемся на положительный лад. Если это, конечно, с утра начало занятия. А если это уже третий урок, мы сюда приходим на физкульт-минутку. Ну и, конечно же, после пятого урока здесь релакс. Как будто набираем ладошки, улыбнулись и проходим тихонечко, ручка. Комната появилась благодаря марафону «Поддержим ребенка». На специальное оборудование из бюджета выделили порядка 300 тысяч рублей. Теперь это любимое место у школьников. Я люблю рисовать на доске, кристочком рисовать, еще и сидеть. А я люблю играть в бассейн с шариками и рисовать. Всего в первой школе учатся более 500 человек. 103 из них имеют проблемы со здоровьем, а это 6 коррекционных классов. Родители очень обрадовались, потому что появилась эта комната. Все, кто узнали, и сами многие приходили, смотрели. И ребятишки, которые участвуют здесь, это медонадомное обучение со сложными диагнозами. Они, конечно, очень радуются успехам детей, потому что развитие этой комнаты дает одновременно возможность развивать не только мелкую моторику, двигательную моторику, зрительную сферу, творческое воображение, но и просто расслабиться, эмоционально отдохнуть. Для старшеклассников двери тоже открыты. Для тренингов, общения с психологом и для возможности отвлечься от учебного процесса.